Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Французских кроссоверов, таких как Peugeot 3008, становится всё больше на наших дорогах. Эти автомобили отлично выглядят, имеют проходные моторы и стоят не очень дорого. Но надёжны ли они? Сейчас обо всём об этом вам расскажет «АвтоСтронг». Итак, встречаем – Peugeot 3008 второго поколения. По сравнению с предшественником, Peugeot 3008 внешне заметно изменился и, наконец, определился с тем, что он хочет быть кроссовером, а не компактвеном. Почти все двигатели и трансмиссии у него новые. Но полного привода от него не требуйте. Почти все версии переднеприводные. Хотите, чтобы и задняя ось этого француза гребла? Тогда вам нужен только гибрид. Добавим, что в основе этого автомобиля лежит платформа предшественника. В подвеске есть взаимозаменяемые детали. Вообще, этот кроссовер можно назвать старшим братом хэтчбека или универсала 308 второго поколения. По технике они очень близки. Принципиальная разница только в форме кузовов. И то у универсала 308 багажник на 100 литров вместительнее, чем у 3008. Тут за пластиковой крышкой 520 литров. Ну а теперь давайте переходить к более интересным вещам и фактам. И, кстати, вот эта машина на данный момент продается. Ссылочка на нее будет в описании к этому ролику. Нареканий на кузов французских автомобилей традиционно нет. Да и возраст у Peugeot 3008 еще не такой, чтобы эти машины ржавели. Однако краска вспучивается на нижних кромках дверей изнутри, и это встречается на примерно половине таких машин. И еще охотно рыжают сколы краски на панели крыши. На кроссоверах Peugeot 3008 второго поколения фары, как правило, светодиодные, но в нашем случае они обычные. Так вот, фары очень часто ложатся на бампер в области его стыка с передними крыльями. Со стороны это сначала не видно, но затем в этом месте появляются потертости краски, а затем возможны еще трещины на стекле фары. Плюс пучок света заметно опускается вниз. Вообще по данной проблеме у дилеров есть сервисный бюллетень и обязательство менять фары на новый и устранять все повреждения. А вот если автомобиль бэушный и из Европы, то можно сделать следующее. Нужно снять бампер, снять фары и сделать одну из двух вещей. Либо, как указано в бюллетене, переместить верхнюю точку крепления кронштейна фары из-под крыла на его верх, либо смастерить усиливающую пластину для этого кронштейна. В любом случае идет речь о регулировке и при поднятии переднего края фар на 1-2 мм. Можно и просто положить что-то между фарой и вытянутой лапкой кронштейна, чтобы компенсировать его провисание. Ну, а теперь добро пожаловать в салон. Салон у этого Peugeot выполнен качественно и со вкусом, и довольно-таки вместительный. Нередко на этих машинах возникают проблемы с передними сидениями. То пропадает память на регулировку спинки, то перестает работать регулировка поясничного подпора или массажа, если такая функция присутствует. Как правило, при этом обнаруживается перегоревший предохранитель на управление поясничным подпором. Но на самом деле проблема в том, что вал регулировки наклона спинки перетирает провод питания к блоку управления настройками сидения и массажа. Ну, а теперь о двигателях. Peugeot 2008 второго поколения выпускался с тремя дизельными двигателями. Их объединяет очень строгая экология, то есть чтобы соответствовали нормам Евро-6 и даже очень строгой норме Евро-6.3. То есть у этих двигателей есть и система AdBlue, и система впрыска Iolis. Напомним, что Iolis впрыскивается в топливный бак, то есть смешивается с топливом, а AdBlue с помощью отдельной форсунки впрыскивается выпускной коллектор. То есть это все надо для очистки сажевого фильтра. Система впрыска AdBlue не переваривает эту жидкость не европейского качества. Просто выходит из строя насос, машина сыпет ошибками и просто отказывается ехать. Вдобавок еще форсунка выходит из строя примерно к пробегу в 200 тысяч километров, но форсунку можно купить из Китая. А вот насос продается только вместе с топливным баком и стоит нереально дорого. Поэтому в наших условиях эту систему отшивают программно, удаляют физически, и моторы Peugeot 3008 второго поколения, дизельные, отлично работают на прошивке после удаления всей экологии под Евро-5. Ну а теперь переходим непосредственно к двигателям. До декабря 2017 года на это поколение Peugeot 3008 устанавливали двигатели 1.6 Blue HDI. Это все тот же DV6 либо же 1.6 HDI с 8-клапанной ГБЦ, только настроенный под Евро-6. Никаких страшных болячек у этого мотора нет. Он прекрасно бегает более 500 тысяч километров. Самый соблазнительный и выгодный двигатель для вот этих автомобилей – это 1.5 Blue HDI. Но у него есть неприятная особенность. Роликовая цепь, которая соединяет оба распредвала, может перескочить либо порваться. Этот факт подтвержден двумя сервисными бюллетенями, из которых видно, что цепь может зашуметь и привести к гибели мотора. Это касается моторов Blue HDI, которые были выпущены после 31.12.2019, именно после этой даты, а не до нее. Кроме того, эти сервисные бюллетени не констатируют тот факт, что все двигатели 1.5 Blue HDI подвержены этой проблеме. Не указано, при каких пробегах, либо же при каких обстоятельствах происходят вот эти беды с цепью. Там указано лишь, что если на клапанной крышке, которая является верхней частью постели распредвалов, рядом с массозаливной горловиной набит номер 9812647280, то это проблемный двигатель. Если номер другой 9830580480, то постель распредвалов модифицирована. Использована 8-миллиметровая цепь, а не старая 7-миллиметровая. И еще одно отличие. У модифицированной постели есть отформовки на кожухе над шестернями цепей. Вы спросите, что делать с этой информацией? Ну, начнем с того, что установить новую 8-миллиметровую цепь и новый натяжитель для нее на старые распредвалы можно, но сервисный бюллетень такого не предусматривает. Все-таки звезды старые, они с износом и все-таки рассчитаны на 7-миллиметровую цепь. Комплект из цепи и натяжителя на сегодняшний день стоит 230 долларов. Есть частные предложения по 180 долларов. А вот по инструкции от французов, если ГБЦ не повреждена, то надо менять верхнюю часть постели распредвалов, оба распредвала, цепь и натяжитель. Эти детали продаются комплектом по цене 1400 долларов. Но, так как проблема распространенная, есть очень интересные предложения тех же самых запчастей по цене от 620 долларов. В любом случае придется расклеивать постель распредвала, подклеивать клапанную крышку, чтобы добраться до самой цепи и, вероятно, менять цепь и ее натяжитель лучше всего и позже. То есть с каждой заменой ремня ГРМ, каждые 150 тысяч километров, если был установлен оригинальный ремень или заменитель высокого качества. Не можем не упомянуть тот факт, что были случаи обрыва даже улучшенной 8-мм цепи. Также эта цепь рвалась и на более старых моторах 1.5 Blue HDI, которые были выпущены до 31 декабря 2019 года. И практика показывает, что цепь рвалась и на пробеге в 50 тысяч километров, и на рубеже 180 тысяч километров. В общем, конкретики нет. Создается такое впечатление, что инженеры французские сами не понимают, что случается с цепью. То ли она сама рвется, то ли отказывает ее натяжитель и будет ли долго служить 8-мм цепь. Еще добавим, что двигатель 1.5 HDI охотно потеет по стыку постели распредвалов. Это для него практически норма. Если течь не сильная, то можно откладывать ее герметизацию до замены вот этой самой цепи. А в остальном этот мотор, кроме вот этой проблемы и выше упомянутых по экологии, не вызывает. В общем, двигатель в принципе-то неплохой. Peugeot 3008 второго поколения с двигателем 2.0 BlueHD встречается не часто. Такие машины к нам просто не привозят из-за повышенных пошлин. В целом ничего плохого с этим двигателем не случается. Он легко ходит 500 тысяч километров. Но проблемки все-таки есть. У этого мотора слабовата помпа. Происходит износ одного из роликов ремня навесного оборудования. Также есть проблема по топливной системе, которая сопровождается ошибкой P008B. А это значит, что слишком высокое давление в контуре низкого давления. По данному поводу есть технический бюллетень. Нужно снять трубочку, соединяющую топливный фильтр и ТНВД, и заглянуть в оба ее быстросъемных соединения. В каждом из них по два уплотнительных колечка – желтое и зеленое. Как правило, от зеленого колечка отрывается фрагмент и вместе с топливом утекает в сторону ТНВД. Найти его можно под регулятором давления ТНВД. Кусочек резины найдется в одном из каналов под регулятором. Вынуть его можно при помощи пинцета. Гораздо реже эти автомобили встречаются с бензиновыми двигателями. На выбор всего лишь две штуки. Турбо тройка объемом 1.2 и турбо четверка объемом 1.6. Традиционно эти машины пригоняют с дизельными двигателями, а бензиновые игнорируют. Если отнестись к этому вопросу скептически, то можно сказать, что этот двигатель 1.2 не заслуживает внимания. Мол, его 130 лошадиных сил маловато для среднеразмерного европейского кроссовера. Но других-то проблем у него нет. Ну, вернее, они все были решены. У нас, кстати, на канале есть подробнейший обзор двигателя атмосферного 1.2 PureTech. Так вот, сегодня я поездил на этой машине по городу и, в принципе, 130 лошадиных сил, снятых с 1.2, ему достаточно. Действительно, эти двигатели массово меняли по гарантии из-за проблем, вызванных его мокрым ремнем ГРМ. Просто нужно менять этот ремень пораньше каждые 100 тысяч километров, чтобы он не успевал лохматиться и загрязнять масло и маслозаборник ворсом. А в целом, такие крохотные французские двигатели без капремонтов и поломок пробегают более 400 тысяч километров. Ну, а более резвый бензиновый мотор – это двигатель турбированный объемом 1.6. И это тот самый ваш любимый EP6. Но он уже больше не кошмарит поклонников французских автомобилей. Если менять в нем масло каждые 10 тысяч километров, то он дотягивает до 500 тысяч километров. Вот такой вот невероятный факт. Очень редко Peugeot 2008 второго поколения встречается в гибридной версии. Это единственный полноприводный вариант этого кроссовера. Под капотом там 1.6 турбо, а на задней оси электромотор с запитанной батареей 13,2 киловатт в час. Суммарная мощность – 300 лошадиных сил. Эти версии не очень популярны, потому что изначально дороги. Ну, а теперь поговорим об автоматических трансмиссиях. Peugeot 2008 в этом поколении оснащалась только гидромеханическими АКПП японского производства от Айсен. Шестиступенчатые и восьмиступенчатые. Шестиступенчатые трансмиссии ставили с двигателями 1.6 HD и 1.2 PureTech. Вот прям как в нашем случае. Это надежные, отличные трансмиссии, которые ходят там 300 тысяч километров. Самое главное – в них менять трансмиссионную жидкость вовремя. А это каждые 60 тысяч километров надо производить частичную замену масла. Масло Toyota WS, которое аналогично допускам, которые вы прямо сейчас видите на экране. И на частичную замену уходит 4 литра масла. Ну и еще хотелось бы добавить перед тем, как мы поедем на СТО. Обратите внимание на крепление фар, а именно вот на эти вот кронштейны, которые тянутся от корпуса фар и соединяются с крылом. Есть ремкомплекты, но мы не слышали, чтобы они самопроизвольно ломались. Но они трескаются при малейшем ДТП, когда бампер немного мнется и тянет фары вниз. В этом случае, если фара целая, за исключением верхнего кронштейна, этот кронштейн нужно спилить, сошлифовать и на его место установить ремкомплект на саморезах. Еще замечено, что оригинальный антифриз, то есть тот антифриз, который залили на заводе, либо же антифриз, который залили на каком-нибудь ТО, а живет 4 года, а затем приобретает отвратительный коричневый оттенок. Вдобавок этот антифриз забивает радиатор отопителя салона. Сила отопления в салоне снижается и даже может пропасть с одной стороны. В общем, надо этот антифриз заменить на более качественный с допуском G12+, пока радиаторы не забиты. Ну и напоминаем вам, что прямо сейчас вот этот автомобиль продается. Ссылочку мы прикрепили в описании к этому ролику. Ну и помните, что в «АвтоСтронге», помимо очень качественных БУ запчастей, есть и абсолютно новые запчасти. Так что звоните нам, пишите нам, заходите на наши сайты и покупайте у нас хорошие запчасти. А также у нас есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, с полным пакетом документов. Нужен байк обязательно в «Мотостронг». Ссылочки в описании. Ну, а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Подвеска у Peugeot 3008 второго поколения такая же, как у Peugeot 3008 второго поколения, то есть надёжная и живучая. Первыми сдаются стойки стабилизатора, выхаживают примерно 80 тысяч километров, стоят от 10 до 50 долларов. И к этому же пробегу примерно сдаются втулки стабилизатора. Так вот проблема в том, что втулки стабилизатора отдельно от стабилизатора не продаются. Иногда умельцы рассверливают скобы крепления втулок, разбирают их, подбирают втулки и собирают скобы на винты и гайки. Шаровые опоры меняются отдельно и продаются по ценам от 10 до 40 долларов. Рычаги в сборе от 100 до 200 долларов. Иногда при пробеге в 120 тысяч километров могут заскрипеть опорные подшипники передних стоек. Их цена от 20 до 30 долларов. Иногда владельцы отмечают шумную работу задней подвески. Умельцы нашли решение – под крепежную гайку задних амортизаторов подкладывают толстую резиновую шайбу. Иногда её вытачивают из втулок для рессор УАЗов. С такой прокладкой задняя подвеска работает гораздо тише. Рано или поздно на всех Peugeot 3008 второго поколения и соплатформенниках появляется непонятный звук спереди. В этом случае надо обратить внимание на пару распорок, которые тянутся от подрамника вперед к опорам радиаторов и поглотителям ударов. Левая такая распорка начинается прямо под левым триподом. Правая, соответственно, в том же углу подрамника с пассажирской стороны. Любопытный момент в том, что здесь эти распорки упираются в подрамник через сайлентблоки. Когда эти сайлентблоки изнашиваются и трескаются, то появляется стук. Искать его источник в подвеске бесполезно. Отдельно для распорок сайлентблоки не продаются. Их можно купить только вместе с распорками. А это очень дорого и не всегда есть в продаже. В общем, придется мастерить эти сайлентблоки самим. И в качестве основы отлично подойдут втулки те же от Resort. Вообще, Peugeot 3008 второго поколения – это классный автомобиль. Но с загадкой. Как не попасть на капремонт самого популярного двигателя для этой машины 1.5 BlueHDi? И успеет ли этот дизель наэкономить и отбить модернизацию по стиле распредвалов? Что думаете, напишите об этом в комментариях. А вообще, если бы не вот эта проблема, вот этот риск, хоть и минимальный, попасть на капремонт самого популярного двигателя, то этот автомобиль бы без вопросов хорошенько поконкурировал бы со своими японскими конкурентами. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда было, есть и будет компания «АвтоСтронг».